Татьяна Алексеевна Зовут меня Татьяна Алексеевна, живая в городе Мариуполе, там родилась. Там проживала всю свою жизнь, там закончила школу, техникум, работала на производстве до самой пенсии. После всего этого пережитого, страшно даже вот смотреть все эти снимки на этот Мариуполь. Даже в мыслях не было, что это будет такая война. Когда мне позвонили утром и сказали, война, я сказала, не сочиняйте, у вас каждый день война и каждый час война. И буквально через два часа мне уже вторая дочь позвонила, что у них уже на районе уже все в военных. Ну уже это было 24-го числа. Я была на этой даче у нас в одном селе. До 20-го марта никакой связи с городом не было, ни с города не могли сюда выехать, ни мы не могли в город заехать. Никто не голодал, все друг другу помогали. В мирное время так не делали. Кто-то там хлеб спечет и угостит всех, кто-то там печенье спечет. Ну и вот так люди как-то выживали. Только 20-го числа уже там какие-то кусочки трассы открыли и ехали очень далеко в объезд. И уже я в Мариуполе только через пять дней я смогла найти своих родственников, знакомых. В тот момент думали, что только надо выезжать. Мы уже бежали, и там все горело. А потом уже, когда прошло время, может быть, можно было бы, казалось, и остаться. Люди как-то остались вот и выживают, выживают. Сестре 80 лет. Ей жила она с внуком и правнучек у них маленький. Внук с женой и с маленьким. Бабушку собрали чемодан, ей собрали документы, сложили, бабушка, будем ехать. И в последний момент бабушка села на чемодан, сказала, я никуда не поеду. И осталась. Сказала, буду жить и ждать, пока правнучек вернется. Я ему сохранила квартиру. Человек очень корнями сюда прирос. Вот все это ей родное, как это теперь все бросить. Это же надо все сохранить для внука, для правнука. Все это сохраняется для поколений. В Белоруссию мы приехали только по одной причине, что нас сюда позвали родственники. Мне сказали, если будет у вас хоть какая-то работа, мы вам можем предоставить общежитие. Ходила в службу занятости. Пенсионерка, 70 лет. Какая может быть профессия? Ну, уборщик помещения, санитарка. Ну и пошла в школу, и там так меня прямо обрадовали, что меня берут. Я была так настроена, прямо на крыльях летала на эту работу. Я так по общению заскучала. Это семейное общежитие, и так как семья выезжает, она забирает все свои естественные вещи с собой, и остается голая комната. Организация по миграции помогает мне продуктовыми наборами и гигиеной. И вот постельная мне привезли, и обиходы посуды. Мне сейчас очень здесь нравится, что у меня здесь есть какой-то угол обжитый, что я не слышу этих взрывов, что у меня будет зимой тепло, и будет свет, и будет связь. Ну, конечно, очень не хочется вернуться в Мариуполь, куда вернутся все люди, когда закончится эта война. Ну, конечно, домой хочется всех, да. Дом есть дом. Субтитры создавал DimaTorzok